Молитвенный завтрак Я вижу, что молитвенный завтрак Санкт-Петербурга Ленинградской области имеет свое прекрасное развитие, актуальность темы «Спешите делать добро» или «Время делать добро» она очень созвучна с посланием к фессалоникийцам апостола Павла. Поэтому я желаю всем нам, всем нам россиянам, петербуржцам, москвичам, амичам, калининградцам и другим гражданам Российской Федерации брать вот эту инициативу, организовываться, творить добрые дела, потому что сейчас время творить добро. Епископ Евангелической Литуранской Церкви Ингриной территории России Иван Лаптев выступил с докладом «Вклад христианской общины в развитие благотворительности и социального служения в обществе». Замечательное мероприятие, которое, безусловно, имеет огромное значение в диалоге между церквями и государством, органами государственной власти, особенно в эти непростые времена, когда необходима обществу поддержка. Вот здесь как раз мы можем строить эти отношения для того, чтобы находить новые инструменты, новые пути, для того, чтобы и церковь свою задачу выполняла, совершая дела милосердия, к чему она призвана Господом. Но и также и государство могло осуществлять социальные функции при поддержке религиозных организаций. Поэтому прекрасное место. Я думаю, что эту традицию необходимо продолжать. И со своей стороны наша церковь будет принимать активное участие. Заместитель генерального консула Финляндии в Санкт-Петербурге Лаури Пулула рассказал собравшимся о сотрудничестве церкви и государства в его стране. А также упомянул о том, как организованная на территории Ленинградской области работа со стариками финской национальности после их эмиграции стала наследием, которое сегодня использует церковь в Ингрии для служения российским пенсионерам. Я думаю, что благотворительность – это очень важная часть жизни человека. Мы должны помогать друг другу и понимать, через какие структуры мы можем оказывать поддержку другим. И, как мы сегодня поняли, разные церкви активно участвуют и помогают. И тот человек, у кого есть желание и чувство, что хочу помогать через такие структуры – это легко и удобно. У нас в обществе есть очень сильное, глубокое доверие. Люди доверят друг другу, люди доверят государству. И я думаю, что это дает такое чувство безопасности людей. Так у нас все идет хорошо, и все институции работают. Не надо волновать, что завтра будет хорошо. Своим опытом общественного служения по вековечению памяти поделился протерея Вячеслав Харинов, настоятель Успенского храма в селе Алузье-Сологубовка Кировского района Ленинградской области, Тихоновская епархия, руководитель сектора сухопутных войск и пархиального отдела по взаимодействию с ВСРФ, а также член комиссии по вопросам помилования при губернаторе Ленинградской области. Останки, которые не имеют сегодня имени, они обретают это имя. Те останки, которые становятся неизвестным солдатом, были неизвестным солдатом, теперь обретают родственников. Я представляю такое сотрудничество с очень специфической субкультурой. Это мотосообщество Петербурга, это байкеры, это мотоциклисты. Я сам являюсь президентом мотоклуба, и эта субкультура, мотосообщество, оказалось очень активным, социально активным, граждански активным в плане совершения памяти. Диалог конфессий, межхристианский диалог, богословский диалог, это диалог о том, как нашу цивилизацию выправлять, что в ней исправлять и куда она движется, какие разрушительные тенденции и силы в ней присутствуют. Поэтому, конечно, подобные мероприятия очень важны, на мой взгляд. Полномочный представитель начальствующего епископа Росковая Сергея Риховского в Санкт-Петербурге епископ Дмитрий Шатров напомнил о роли церкви в обществе. Мы знаем, что соли по сравнению с блюдом много не надо, но она реально меняет суть, качество. И данное мероприятие, на мой взгляд, имеет прямое отношение к исполнению слов Христа. Мы призваны нести соль, суть Евангелия в это общество. На мой взгляд, сейчас закладывается фундамент хороший, добрый, добротный. И вскоре это окажет существенное, серьезнейшее влияние на все наше общество. На молитвенном завтраке был представлен и удостоен награды проект «Карельских лютеран». Они рассказали о двух ангелах, один из которых уже установлен на высокой горе города Сартовала, а другой, отлит и, возможно, если власти окажут содействие, будет установлен на Камчатке. Они будут направлены друг к другу. Таким образом, по замыслу инициаторов, Россия будет под покровом двух ангелов-хранителей. Кроме Карельской церкви, награждение прошло еще в четырех номинациях. Медицинское служение, волонтерское служение, социальное служение и служение памяти. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем приветственном обращении, которое зачитал от его имени представитель его администрации, подчеркнул позитивную роль евангельских христиан в социальном служении обществу и выразил уверенность, что сотрудничество и в этой, и в других сферах будет расширяться. Председатель попечительского совета фонда «Духовная трапеза», который присутствовал на молитвенном завтраке в качестве почетного гостя, Андрей Гайдамака, особенно подчеркнул миротворческую миссию евангельских церквей. Он высказал обеспокоенность нарастающим противостоянием на линии конфликта на Донбассе и призвал всех молиться за установление мира между братскими народами. Когда люди приходят к Господу, то, о чем я говорил, когда люди приходят к Господу, они сближаются друг с другом в своих принципах и своей духовности. Вот только на этой основе, я считаю, возможно решение таких сложнейших конфликтов, которым, безусловно, является конфликт на Донбассе. Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук Роман Лункин в своем докладе подчеркнул важную историческую роль российских протестантов. Он напомнил, что именно в Петербурге на рубеже 19-20 веков произошел прорыв, позволяющий евангельскому сообществу заявить о себе как о неотъемлемой части христианской культуры России. То движение, которое возникло в конце 19 века в Петербурге и, прежде всего, с чем ассоциируется Петербург, это дворянский протестантизм. Это Кружки Пашкова, это Корф, это княгиня Ливин, барон Николаи и так далее. Так вот, с моей точки зрения, вот это дворянское православие, этот дворянский протестантизм был не только прорывом высшей сферы общества российского протестантизма, но и частью общего стремления вообще христианских конфессий и других религий, в том числе православия, и такого же рода процессы проходили для православной церкви, наладить отношения с российским обществом. Молитвенный завтрак длился 4 часа, но никто из более чем 100 участников не покинул его до завершения. Поэтому итоговая фотография 12-го молитвенного завтрака в Санкт-Петербурге оказалась столь внушительной. С вами была информационная служба канала «Взгляд с небесный», специально по заказу предслужбы Российского Евангельского Альянса. Храни вас Бог! Я думаю, что память о его служении – это будут вот такие молитвенные завтраки, которые будут из года в год собирать нас вместе, воздавать славу Богу и свидетельствовать о том, что на земле, нашей российской земле, нашей Санкт-Петербургской земле есть евангельские христиане, которые любят Господа, любят свою страну и служат Богу и Отечеству. Пусть память о нем сохранится в наших сердцах. Слава Богу за таких людей в нашей жизни. С ним все эти годы рядом были две женщины. Это его супруга и его дочка. Я хочу сюда сейчас пригласить. Поприветствуйте, пожалуйста, их. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы рады, что вы сегодня с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пусть в жизни каждого из нас будут такие люди, которые будут с нами и дома, и в служении, и вообще в вечности. Слава Богу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...